Колбаса, сосиски, сыры, хлеб, булочки, а также консервы и соки. И это далеко не полный список того, что выпускают в агрокомплексе. Все только из натуральных продуктов, встречая Вениамина Кондратьева, рассказывает директор предприятия. Сегодня фирма объединяет в единую производственную структуру более 60 предприятий различного профиля. А выпускаемая продукция агрокомплекса пользуется спросом не только у кубанцев, но и в других регионах страны. Мы ничего не закупаем из сферы. То есть 100% бьет свое. Вот колбасные изделия из своей говядины, свинины, птицы. В агрохолдинге губернатору предлагают оценить весь цикл производства. Вот, например, цех по переработке мяса птицы. В год здесь вырабатывают до 85 тысяч тонн продукции. И даже несмотря на сложную экономическую ситуацию, предприятие продолжает развиваться. В планах компаний строительство завода по производству сыров, сливочного масла и комплексной переработке сыворотки. От больших предприятий не отстают и маленькие крестьянско-фермерские хозяйства, хоть и не в таких объемах. Фермеры Олейниковы своим делом начали заниматься всего три года назад. Сначала перепелов выращивали только для себя, а потом и на продажу. Сегодня в их мини-ферме есть свой инкубатор и убойный цех. И это при том, что работают здесь всего семь человек. За прошлый год здесь произвели больше двух тонн мяса перепелов и около 300 тысяч яиц. Вениамин Кондратьев сразу отмечает, что эта ферма – пример того, как из небольшого семейного бизнеса вырастает экономически выгодное производство. Как бы мы ни говорили, маленькие тушки, маленькие ножки, но большая экономика. А для семьи это на самом деле возможность сегодня качественно жить, решать свои проблемы собственными силами, зарабатывать. Притом те, кто еще у них работает, зарабатывают налоги в районный бюджет и достаток в семье. Вот и все в семью, что сегодня очень важно. От экономической ситуации в районе напрямую зависит и социальная сфера. К примеру, этот спортцентр построили в 2008 году. Многофункциональный комплекс «Ледовый дворец» занимает почти 10 тысяч квадратных метров. Сегодня здесь ребята занимаются дзюдо, гандболом, фигурным катанием, настольным теннисом, боксом, легкой атлетикой. Всего 15 видов спорта. Будут ли они профессиональными гандболистами? Нет. Но людьми они уже будут хорошими, по крайней мере. И пусть лучше здесь они нарезают круги, бегают. Нечем они будут где-нибудь в подворотне заниматься совсем другим. Задача сегодня дать возможность детям заниматься спортом. А нравится же, естественно, заниматься им. Содержать такие комплексы, конечно, недешево. Но, по мнению губернатора, на здоровье детей экономить нельзя. Понятно, что дорого. Но здоровье обойдется еще дороже, если им не заниматься с детства. Вот о чем он. Все правильно. Впрочем, не экономить на здоровье – один из основных принципов района. Об этом продолжают говорить уже на встрече губернатора с местными жителями. На здравоохранение муниципалитета каждый год выделяют больше 600 миллионов рублей. Укомплектованность врачами в больницах и поликлиниках 90%. А зарплата медиков при этом чуть ли не самая высокая в крае. Но, как ни странно, все это не решает главной проблемы, справедливо замечает вице-губернатор Анна Менькова. При таких положениях, которые есть в вашем районе, вы должны демонстрировать совершенно иные результаты. При тех врачебных кадрах, которые у вас сегодня есть, при том, как выглядит ваша районная больница, у вас смертность должна быть на уровне 12%, а у вас смертность выше 15%. И вы серьезнейшим образом отстаете от среднекраевого показателя. На это нужно смотреть и нужно, чтобы вы более эффективно работали в сфере здравоохранения. А главврач здесь район? А главврач здесь, да. А как вы объясняете, в каком возрасте смертность идет? Она естественная или работоспособная? У нас были переходящие, то есть какие-то свидетельства о смерти сдавались с прошлого года, и достаточно много таких оказалось. У нас уже по итогам трех месяцев мы в минусах, то есть у нас уже есть положительная динамика по сравнению с прошлым годом. Мы выровняемся и выйдем на показатели ниже прошлогодних. Это я вам обещаю. Все вопросы к губернатору на встрече в основном носили частный характер. И это закономерно. Василковский уже давно стал синонимом благополучного и крепкого района, считает Вениамин Кондратьев. Но во многом экономический потенциал наращивается за счет агрокомплекса. Это ильвина часть налогов и рабочие места для населения. Но при всем этом важно, чтобы наравне с крупным предприятием могли спокойно соседствовать фермерские хозяйства, говорит Кондратьев, главе района. Что касается желающих заниматься собственным бизнесом. Вы знаете, по всей Кубани так. Кто хочет работать, тот работает. А кто хочет заниматься болтовнёй, тот болтает. И ничего не имеет. Ни собственной экономики, и ему близко даже не понимает, как её делать. Сегодня огромный плюс, что агрокомплекс находится здесь, там мощнейшее предприятие. Но здесь важно сбалансировать, по большому счету, интересы этого агропромышленного, мощного предприятия и интересы среднего и малого бизнеса. И ваша задача сегодня, как главы, за этим балансом смотреть, следить, чтобы этот баланс был. Чтобы интересы одних не наступали на интересы других. Только сохранив этот баланс, район сможет идти дальше, считает губернатор края. Ведь агропромышленный комплекс сегодня основа экономики муниципалитета. А значит, создав равные условия для всех сельхозпроизводителей, Василковский сможет выйти из группы территорий со средним уровнем развития и прочно занять место среди лидеров. Мария Крошная, Лина Касабова, Денис Перец и Денис Маскаленко. Кубань, 24. Василковский район.